Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Главные акценты. Делегаты Всебелорусского народного собрания идут в коллективы. Качество работы медицины сказывается на продолжительности жизни нашего населения. О чем еще говорят? Привычка быть здоровым. В городе стартовала профилактическая акция «На что направлено движение?». 100 идей для Беларуси. Разработчик из Бобруйска представил город в финале республиканского проекта. Мы хотели сделать что-нибудь полезное для нашей школы. Чем уникален девайс? А также помощь пациентам, индивидуальное жилье и весна близко. В страну возвращаются первые перелетные птицы. Какие? По следам Всебелорусского собрания делегаты политического форума продолжают общаться с представителями различных сфер. Главный тезис главы государства – донести всю информацию до каждого белоруса в действии. Подобные встречи проводятся и в Бобруйске. Главные тезисы Народного вечера в администрации Первомайского района озвучивают депутаты Палаты представителей Вера Широкая и Ирина Рынейская. На противоположном фланге – представители сферы образования, руководители дошкольных учреждений. Здесь участники диалоговой площадки затрагивают разные темы. Медицину, экономику, строительство многопартийной системы, повышение уровня жизни и рождаемости. Государство для человека. Бренд Беларуси. Республика Беларусь является по рейтингу материнства 25 место занимает среди стран, благоприятных для материнства. Я думаю, что это большой показатель. У нас увеличилась продолжительность жизни – 74,5 лет. И это тоже говорит о том, что качество, наверное, и уровень жизни, качество работы медицины сказывается на продолжительности жизни нашего населения. На сегодняшний день по индексу «Доинг бизнес» по итогам 2020 года экономика Республики Беларусь заняла 49 место из 190 стран. И все-таки темой номер один становится развитие системы образования. В частности, специалисты обсуждают изменения в профильном кодексе. Например, в микрорайонах с массовой жилой застройкой могут изменяться нормы комплектования дошкольных групп. Особенно это важно для многодетных. Безусловно, ничто не стоит на месте. Хоть образование как сфера более, наверное, такая консервативная, нельзя рывками менять что-то и очень быстро это делать. Вместе с тем мы должны с вами совершенствовать. Что касается самого кодекса об образовании, то документу после всех обсуждений предстоит пройти два чтения, еще ряд необходимых процедур, и только после официального опубликования он вступит в силу. Но работа диалоговых площадок продолжается по всей стране. Задача делегатов ВНС – донести концепцию Народного собрания до каждого белоруса. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. В Беларуси выздоровели и выписаны 271 733 пациента с COVID-19. Зафиксированы 281 707 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 4 824 611 исследований. Такие данные приводит Минздрав. В Беларуси продолжается массовая вакцинация российским препаратом «Спутник Ви». Согласно мировой практике, в первую очередь прививают медиков, которые находятся в зоне риска. Также проходит проверку качества и китайская вакцина производства «Синофарм». Препарат уже одобрен для широкого применения. В ходе испытаний он показал более 79% эффективности. Сегодня объявлены победители конкурса «100 идей для Беларуси». Среди финалистов – бобручанин. Наш город представляет Никита Кондратьев. Номинация «Промышленные и строительные технологии производства. Разработка восьмиклассника 23-й школы. Автоматический звонок». Сам аппарат состоит из компьютера, светодиодов и экрана. Работать может как в автономном, так и в ручном режиме. Изобретатель, кстати, в робототехнике – новичок. «Когда мы хотели сделать устройство, мы смотрели всякие разные проекты. Они все были бесполезны. Мы хотели сделать что-нибудь полезное для нашей школы. Так зародилась идея сделать автоматический звонок. Он упростит работу нашему вахтеру». К слову, этот сезон республиканского конкурса – юбилейный. Всего за 10 лет проекта поступило свыше 15 тысяч заявок и было реализовано свыше 3 тысяч разработок. «100 идей для Беларуси» – это уникальная коммуникационная площадка, на которой свои проекты наравне могут презентовать как школьник из глубинки, так и молодой ученый. «Этот проект позволяет выделять, выявлять лучших, способных, новаторов, рационализаторов, изобретателей, талантливых ребят, которые в последующем двигают науку дальше, становятся кандидатами наук. Так должно быть, должно быть движение идти вперед. Атмосфера творческая. Я увидел, с какой любовью, с каким интересом ребята представляют свои проекты. Это просто дорогого стоит». «Золотой час», «Продуктовая корзина» и «Письма счастья» с 1 марта изменит соответственность за нарушение ПДД. Как? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. «Правила золотого часа» при оказании медицинской помощи должно соблюдаться по всей стране. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Он напомнил, что в Беларуси созданы опорные точки, куда должен быть доставлен каждый пациент, которому стало плохо. Таких центров порядка десяти в нашей стране. Логистика выстроена, она сейчас оттачивается. «Савмин» установил предельно допустимый рост цен на социально значимые товары. Он не должен превышать 0,2% в месяц. В списке 62 позиции. Среди них крупы, мука, хлеб, мясо, некоторые колбасы, рыба, молочные продукты, определенные фрукты и овощи, сахар, мыло, туалетная бумага, подгузники и спички. В списке лекарственных средств представлено 50 позиций. С 1 марта изменится ответственность за нарушение правил дорожного движения. Камеры автоматической фотофиксации, кроме превышения скорости, будут регистрировать отсутствие техосмотра и страховки. Система настроена и уже прошла тесты. Более серьезной станет ответственность и за езду в нетрезвом состоянии. Максимальный штраф – почти 6 тысяч рублей и при этом лишение прав на 5 лет. Беларуси станут больше строить индивидуального жилья. В этом году запланировано около полутора миллионов квадратных метров. Это приблизительно 40% от общего объема застроек. Также будут развивать населенные пункты, где проживает менее 20 тысяч человек. Акцент на комплексное строительство. Это когда под ключ застраивают большие земельные участки и продают гражданам уже готовые дома. В страну возвращаются первые перелетные птицы. В прошлом году, когда зима была практически бесснежной, это произошло на три недели раньше. В Березовском районе заметили первых серых гусей и чибисов, под Брестом – жаворонков. Как отмечают специалисты, в последнее время многие птицы остаются на зимовку в Беларуси. Среди них, например, скворцы. Даже этой зимой их можно было увидеть почти во всех регионах страны. В Бобруйске стартовала профилактическая акция «Вместе против наркотиков». Масштабную программу разработали комиссия по делам несовершеннолетних, Управление по образованию и Управление внутренних дел Бобруйского гороисполкома. Проблема немедицинского потребления наркотических средств, психотропных, токсических и других одруманирующих веществ актуальна для Беларуси. До 5 марта специалисты будут проводить беседы в школах и колледжах. Среди них акция «Молодежь против наркотиков», цикл правовых игр и турнир по мини-футболу. Привычка быть здоровым. Три новых дома и самые привлекательные цены на квартиры и коммерческие помещения в комплексе «Минскворд». В начале продаж менее 2000 рублей за квадратный метр. Как такое возможно? Позиция застройщика у каждой семьи со стабильным доходом должна быть собственная квартира. Подробнее в репортаже. Новый современный дом и лучшие цены только на старте продаж. Дом Сальса в квартале мировых танцев и всего 1999 рублей за квадратный метр. И это не все приятные бонусы. Застройщик убежден, что у каждой семьи со стабильным доходом должна быть своя квартира. Это прежде всего индивидуальный подход. В доме Сальса действует и беспроцентная рассрочка до 100 месяцев. И долго ждать заселения не придется. Дом сдадут ровно через год. Все квартиры свободной планировки от 31 до 62 метров. Первый этаж – особая фишка. Здесь шесть особых квартир с террасами. А высота потолков – 3 метра 30 сантиметров. На остальных этажах – 2 метра 70 сантиметров. А на 12 этаже еще и дополнительный балкон. От квартала мировых танцев до центра несколько минут на автомобиле. И через жилой комплекс Минск-Уорлд проходит третья линия метро. Все рядом. В квартале мировых танцев две школы. А всего в комплексе Минск-Уорлд – 8 школ и 12 детских садов. Еще две новостройки в квартале Азия, Бангкок и Мумбаи. Цена за квадратный метр в этих домах от 2600 рублей. И действует рассрочка на срок до 100 месяцев. Квартиры в домах свободной планировки. Площадь от 28 до 75 квадратных метров. Квартиры можно объединять. Позволять и архитектура, и есть технические решения. В больших квартирах предусмотрены и дополнительные балконы, высокие потолки, скоростные лифты, один из которых панорамный. Оба дома рядом с метро, рядом обстановки общественного транспорта. Внутри квартала Азия запроектирован административно-торговый центр и детский сад. Детские спортивные площадки, парковки для велосипедов, зеленые зоны для отдыха и выгула домашних питомцев. В квартале исключено транзитное движение. Все парковки за пределами. Минск-Уорлд строит по принципу города в городе. Всегда мечтал жить в новом современном доме. Также мы потом посмотрели с женой, что здесь будет школа с бассейном. Так у нас подрастает дочка. Мы приняли решение, что это будет один из оптимальных вариантов для нас. И плюс, конечно, то, что здесь высотная застройка. У нас всегда была мечта жить на высоком этаже. Здесь метро буквально во дворе. То есть, я не знаю, там буквально пару минут пройти от подъезда до метро. Жители перечисляют преимущества. Так как застройщик непосредственно на стадии строительства предлагает максимально комфортную и интересную стоимость, мы все-таки приняли решение вложиться именно, пойти, так сказать, на стадии строительства. Да, то есть, потому что нам показалась цена максимально такой честной и доступной. Минск World – город будущего. Инфраструктура продумана до мелочей. В большинстве домов первые этажи – это коммерческие помещения. Много общественных помещений, медцентры, новый городской парк. И именно здесь возводят международный финансовый центр. Это несколько тысяч новых эффективных рабочих мест и инвестиций с Востока и Запада. Неподалеку будет и новый торгово-развлекательный центр. Кстати, крупнейший в стране. Позиция застройщика – квартиры в Минск World должны быть доступны любой семье со стабильным доходом. А до конца месяца еще и новая акция. Скидка в 50 евро с каждого квадрата, кто заплатит за квартиру сразу. Дома строятся, сдаются, квартиры и коммерческие помещения находят хозяев быстро. Поэтому стоит спешить. Цены выгодные, а выбор пока еще есть. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!